Продолжение следует... Продолжение следует... По мнению действующих властей Грузии, по версии, то есть это Грузия начала войну, развязала войну с Россией. Так это все, что было в 2008 году. Теперь 8 августа 2024 года, в этот день, прошло наступление украинской армии в Курской области. Итак, если вы хотите, можно связать эти два события, можно и в отдельности прокомментировать. Ну, вообще-то этот тренд России, с которым мы сейчас имеем дело и который близится к своему закономерному и бесславному финалу, начался в 2007 году с речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта речь повергла в шок международное сообщество. Но многие сочли, что это какой-то там эмоциональный всплеск, обусловленный тем, что Запад в чем-то был неправ в отношении России. Пошла такая волна самообичевания, причем на совершенно пустом месте, тогда как внутренним трендом России была консолидация чекистского режима и формирования механизма, не виданного в истории по масштабам грабежа собственной страны. И вообще, в мировой истории такого грабежа собственной страны, какой устроила эта организованная преступная группировка, захватившая государство и превратившая затем его в орудие для преступлений, в том числе против человечества, она начала с грабежа собственной страны. Потому что, опять-таки, в Россию хлынул такой поток денег, который Россия за всю свою историю от любимого Путиным Юрика не видела. Причем за короткий промышлоток времени. Это началось с изменения конъюнктуры на нефтегазовом рынке в мире после 11 сентября 2001 года, когда цены на нефть зафиксировали исторические рекорды. Рекорд за рекордом. Затем война в Ираке, которая также расшатала мировой рынок нефти. И вот Россия, которая объявила себя союзником Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом, стала бенефициаром всех этих изменений. Но по прошествии всего лишь четырех лет от начала войны в Ираке, Россия предъявила свои претензии устами Путина в Мюнхене, претензии в отношении мирового порядка, сложившегося после холодной войны. Назвав это многополярным миром и подразумевая под этим то, что одним из полюсов должна быть Россия, а полюс в понимании России это какой-то субъект, имеющий легитимное право на так называемую зону влияния. И в этой зоне влияния Путин видел именно всю территорию бывшего Советского Союза. Вот с этого и началось. И первым пробным камнем оказалась, к сожалению, Грузия. Все эти разговоры о Вене Саакашвили, если следовать этой логике, то можно додуматься и до того, что Вторую мировую войну начала не Германия, а Польша, потому что в Глэйвице напала на немецкую радиостанцию. И балтийские страны виновны в том, что их аннексировала сталинская Россия. Не важно уже, главное предъявить. Финляндия была виновна в том, что Сталин напал на нее. И так дальше. И настолько же и виновен Саакашвили в том, что Россия напала на Грузию. Можно к Саакашвили в контексте внутренней политики отнестись совершенно по-разному. Это может стать предметом для всяких разных обсуждений. Но в этом вопросе я считаю, это просто несправедливым именно переводить стрелки на Саакашвили, тогда как последующие события показали, что у каждого было на уме. И еще я хочу отметить, к моему сожалению, как и в 30-е годы, когда либеральные демократии фактически своей политикой взрастили Гитлера, индустриализовали Сталина. А затем в их лице заточили поджигателей еще одной мировой войны. Эти события показали правдивость слов, что история учит только одному, тому, что она никому, никого, ничему не учит. И вот этот весьма посредственный и серенький занюханный чекист вдруг стал мировым злом. Точно так же, как лет 80 до этого некий бесноватый ефрейтор из мюнхенской пивной, причем и сам, как бы не из Германии, вдруг стал чудовищем и чумой для всей Европы. вдохновителем, исполнителем всех преступлений против человечности. Да, мы помним этот день. Это было однозначно развязанное Россией война против суверенной Грузии. Это было вторжение незаконное на территорию Грузии. Это была преступная война, развязанная именно Россией. И я не считаю правильным, когда это весьма очевидный и прискорбный факт используется во внутриполитических целях в самой Грузии. Прежде чем перейти к украинской тематике, вот то, что происходит сейчас в Курской области, такой вопрос, почему сегодняшние власти Грузии по прошествии стольких лет они вдруг решили, вот, как вы отметили, перенаправить стрелки внутрь себя? То есть, почему, по их версии, это Грузия напала на Россию? Здесь важна ссылка именно на доктринальные документы Соединенных Штатов, принятые в 2021 году. Это в том, что авторитарные режимы разной степени консолидированности, они все-таки тянутся друг к другу. И в этом отношении сегодняшняя власть в Грузии проявляет все признаки, весь набор признаков авторитарной клептократии. И этим и вызвана именно вот такая структура интересов, в рамках которой они себя позиционируют. Из этого и исходят вот эти разговоры. Все. это опять свидетельство о смене вектора? Это не свидетельство о смене вектора, потому что подавляющее большинство граждан Грузии уже определили свою цивилизационную идентичность. Грузинская нация прошла исторический путь европейской нации и она оформит эту идентичность юридически как свободная европейская нация, член семьи европейских свободных наций. Я в этом просто убежден и считаю это исторически детерминированным процессом, на которое потребуется в общем-то в историческом плане ничтожное время. Эти все разговоры они будут вспоминаться как какой-то недостойный эпизод. Я хочу также еще отметить как отреагировал Запад на эту интервенцию в России. Опять-таки они сочли это как ну погорячился парень, нужно его успокоить и администрация Обамы опять-таки использовав это как фактор во внутриполитической борьбе, что Джордж Буш младший был президентом, который слишком много воевал. И это и привело к тому, что мы побеспокоили Путина, настроили против себя, не нужно раздражать Путина, нужно понимать Путина. И причем целая плеяда европейских политиков позиционировала себя именно так. Американский эстеблишмент. Реакцией Америки на это была перезагрузка отношений с Россией и попытка начать отношения с чистого листа. Этот этап пройден. К чему это привело? Мы увидели всего лишь пять лет спустя, а на шестой год мы увидели нечто такое со стороны России, которое в последний раз в Европе было совершено в 1938 году. И опять таки с попустительства к сожалению либеральных демократ. И вообще все эти авторитарные или тоталитарные выскочки появляются на политической арене в современной истории тогда, когда либеральная демократия уходит в морально-политический кризис. И тут такие недоучившиеся выскочки считают, что они являются альтернативой этому. И в результате проливается кровь. Много, очень много крови. Конечно, это все затем завершается, обязательно завершается крахом и тем, что эти выскочки просто дохнут в силу разных обстоятельств. Один в тюрьме, Милошевич, другой выпьет что-то ядовитое, третий застрелится, четвертого повесят, другого просто куском арматуры изнасилуют и убьют толпа битнующаяся. таковы их удел. Что посеешь, то и пожнешь. Экклесиаст. Многие, перейдем уже к 8 августа 24 года, многие говорят, что все события за последние 72 часа уже было, свидетельствуют о том, что Россия не так сильна, как принято считать. Помните, об этом говорили также и в день или в этот момент, когда Пригожин вышел. Его Демарш или как там потом называлось, не знаю. Итак, Россия сильна или не сильна, о чем свидетельствует то, что произошло в Курске. И второй вопрос. Россия, Мария Захарова в частности, призывает международное сообщество, я цитирую, решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию. Многие аналитики опять обращают внимание, это не киевский режим войну начал. Помним эту фразу на войне, как на войне этот палат? Помнится эпизод из истории, когда Гитлеру доложили о том, что итальянские партизаны в Милане повесили Беннито Муссолини на столбе вниз головой. И Гитлер воскликнул, какая жестокость. Ну, вот это из этой серии. Понимаете? То есть вы сидели тихо, еле сало, пили водку, и какие-то злые украинцы осуществили преступные действия на вашей территории. Так выходит. Ну, извините. А что касается сил и слабости, есть такое выражение колосс на глиняных ногах, еще когда идет тоже из античной истории, когда Александр Македонский в одной битве просто снес со страницы истории о Хаменицком империи. И летописцы назвали эту империю колоссом на глиняных ногах. Тут и колосса нет, и глиняных ног нет. Это уже можно назвать мешок с нетонущим в воде биосубстратом. Так, наверное, будет наиболее адекватное характеристика состояния нынешней России. Даже если Россия отобьет эти села, вопрос такой, что произошло? Что произошло? Произошло проникновение ротно-тактической группы с приданными дополнительными силами на территорию Украины через бреши, охраняющие границу сил. Затем эта ротно-тактическая группа преодолела два оборонительных эшелона, подготовленных русскими там, причем преодолела как горячий нож в масле. И после этого были подтянуты резервы. Судя по открытой печати, в составе одной общевойсковой бригады, опять-таки с приданными силами, причем легко вооруженными, приспособленными к больших рейдовым действиям. И также были, опять-таки, судя по открытой печати, подтянуты подразделения, имеющие большой опыт военных действий еще начиная с 14-го года. Да, Азов, Айдар, вот эти добровольческие соединения, уже имеющие свои традиции, свой опыт, личный состав, который просто уже в бою, каждый знает друг друга. И дальше мы имеем дело с развитием успеха, с применением беспилотных летательных средств, возможно, с применением авиации, с применением легкой бронетехники, но не танков, да, и видим действия моторизованных подразделений, да, а не вот эти, причем рассредоточены действующие силы. И здесь, конечно, успех предопределен, потому что Россия бросает последние резервы, эти местные штурмы на Харьковском направлении, на Донбасском направлении, еле-еле удерживает южное направление, чтобы там не было бы полного прорыва на левом береже Днепра, потому что там все-таки они тоже не особо успешны, потому что украинская армия там смогла взять под контроль территории, которые могут стать плацдармом для последующего развития наступательных действий. Плюс к этому мы видим, что в Украину стали поступать авиационные советства, F-16, правда, пока еще в ограниченном количестве, снарядный голод, скажем так, частично уже утолен, и украинским войскам удается обеспечивать нужную плотность огня, и еще ведется подготовка нескольких бригад, именно которые готовятся к последующим наступательным действиям. Они будут введены в сражение, когда придет время. И вот опять-таки, судя по публикациям открытым, там введена одна из таких бригад. Мне представляется целью всей этой операции, во-первых, если чисто военная цель, это прорваться к Курской атомной станции, с целью вынудить Россию оставить Запорожскую АЭС. Это решит также и проблему энергодефицита в Украине, потому что Запорожская АЭС является самой мощной атомной электростанцией среди всех украинских атомных станций. И она сейчас отсутствует в общем балансе энерговыработки. Ее нужно забрать и заново подключить. Но для этого понятно должны быть созданы условия, когда России будет сделано предложение, от которого невозможно будет отказаться. И на мой взгляд логичным представляются вот эти действия именно с такой целью. И конечно тот политический ущерб, который нужно нанести России. Я считаю это полностью легитимным, полностью, оправданным как политически, так и морально, потому что войну развязывала Россия. Ее общество в своем подавляющем большинстве с удовольствием зиговало. И сейчас российская армия, вся эта банда преступников, это наемники. Их не через военкомат берут. Их берут за деньги. Мы должны понимать, что каждый человек с российским шевроном и под российским погоном это подонок. Просто. Это такой же подонок, как например 80 лет назад были гестаповцы, эсэсовцы и прочие преступники, которых многих индивидуально, а в целом эти организации были объявлены преступными и даже членство в них считалось преступным. Но не вермахт. Повторяю, почему? Потому что он был призывный. А здесь призыва нет. Путин не объявил всеобщую мобилизацию. была небольшая информация, что в плен призывники попали. Помните, первая группа. Это призывники, то есть их использовали не по назначению и вопреки заявлениям их разыскиваемого Гаакским судом Верховного Главнокомандующего, что не используют, а их используют оказывается там. И вот они попали под раздачу. И мы видим также массовую сдачу в плен сейчас. И там кстати не только призывники. Нет, просто были призывники, поэтому все отмечали, все на это обратили внимание. Да, да, да. Я бы хотела с вами поделиться своими впечатлениями. Когда я прослушала, я не знаю слушали вы или нет, прошло видео, видео встречи с рио-губернатором Курской области Путина, и мне показалось, что голос, речь Путина была такая не очень уверенная. Путин подбирал слова. У вас такое же впечатление, если да, то как себя чувствует Путин в этот момент. И я бы хотела просто привести последние фразы, когда Путин сказал, вот, да, мы все будем делать, каждому человеку надо, да, помните, пообещал, что по 10 тысяч рублей вынужденным переселенцам из Курской области даст, 10 тысяч рублей, это небольшая сумма для людей, которые все потеряли и выехали оттуда. И в конце он сказал, Курская область перспективный район, очень интересный, я уверен, говорит он в рио-губернатора, что вам там будет интересно работать. Ну, интереснее некуда. В этот момент, когда вот все, что происходит в Курской области, Путин вдруг говорит, там вам будет интересно работать, это очень перспективный район. Ну, да, это очень напоминает речи Гитлера второй половины 44-го года и дальше там, как он вот этот Гитлер-югенд строит, там этих несовершеннолетних с фауст-патронами, да, там их вдохновляет, это примерно вот из-за этой же серии. Понимаете? А в традициях и в логике российской истории или российской истории власти это очень такое хорошее прединсультное состояние, например, или прединфарктное, после чего Путин будет работать с документами, рукопожатие крепкое и передает приветы. Но он не в состоянии пока непосредственно исполнять обязанности. Это вот такая вот картинка предрасполагающая именно к этим развитием, но многое будет зависеть от дальнейших успехов доблестных вооруженных сил Украины, а предпосылки к этому мы увидели сегодня утром, когда в ленте новостей увидели сообщение о том, что действия перенесены уже где-то в Липецкую область, и да, сейчас будет гулять Липецк. Вспоминают про ОДКБ и там вопросы задают друг другу, а что тогда в нашей союзничке ОДКБ, почему ОДКБ не пришло на помощь? Довольно примечательным было заявление вот этой персоной Нонгрота в Армении, большого в кавычках друга армянского народа, товарища Затулина, который вопросы про ОДКБ назвал глупыми. После этого единственное, что потребуется, это попкорн для слушателей. Потому что да, мы видим, что ОДКБ не существует. И тогда у меня возникают вопросы к нашим политикам из правящей команды. Вообще что делает этот сброд на нашей границе, сброд, который не в состоянии защищать границу свою? раз. Второе, что мы делаем в этой помойке под названием ОДКБ, которого нет? и вопросы, про которые вот эту организацию представитель, инициатор в ее создании называют глупыми. И самое интересное, что путь выхода из этой помойки мы прошли сами, делая самостоятельные выводы, сложившиеся, запоздалые, трагичные, на фоне трагичных событий. Но за выводами действия не последовали? Последовали действия. То есть это были действия по де-факто прекращению любой деятельности Армении в рамках ОДКБ. Которая Заморозская назвала. Назвали по одной причине, что де-юре окончательного оформления пока нет. Де-юре мы уже и де-факто. Мы не платим там денег, об этом делали заявление. Мы туда не назначаем должностных лиц по нашим клодам. Мы не участвуем в этих мероприятиях любых. Мы отказываемся принимать учения, мы отказываемся участвовать в учениях в других странах. И вот пришло время поставить на всей этой трагикомедии просто одну жирную точку. очень интересно в этом плане посмотреть на последнее интервью президента Казахстана Тукаева. Он кстати просто напомним что Казахстан также является членом ОДКБ. И не только Казахстан. Казахстан поскольку там туда входит и Кыргызстан и Тадикстан и также они являются членами ШОС Шанхайской организации сотрудничества но при всем при этом они считают что это совершенно не то что недостаточно они считают что цитирую возникла необходимость региональной кооперации в сфере обороны он назвал создание цитирую неделимого пространства безопасности на территории стран региона Центральной Азии приоритетом в оборудованном сотрудничестве центрально-азиатских государств и там же добавил я просто важность активного взаимодействия не с Россией с ООН другими региональными и международными организациями в области обороны это историческое заявление сделанное президентом Токаевым давайте начнем обсуждение с того вот все эти тезисы не про что а кого не касаются эти тезисы о неделимом пространстве безопасности о единой оборонной политике не касаются России не касаются Китая и там ни слова про Турцию Центральная Азия Центральная Азия оборонное сотрудничество на фоне того что сейчас большой кризис многосторонних форматов вот именно так что умные люди именно на основе регионов объединяют свои усилия и стабилизируют собственную среду безопасности во избежание каких-то турбулентных процессов генерируемых извне возможно и для противостояния и для противостояния в случае необходимости для создания основы для каких-то коллективных действий или для предотвращения каких-то действий извне ликвидации вот соблазнов вот на такие действия это очень важно вообще политический класс Армении к сожалению пока еще крайне недооценивает потенциал сотрудничества Армении с Казахстаном это я сказал вам причем и на двусторонней и на многосторонней основе потому что с моей точки зрения точнее не с точки зрения а по моему убеждению в Армении и Казахстана очень много совпадающих интересов и единого видения разных очень разных проблем причем проблем имеющих для нас экзистенциальную важность пока мы с этим плохо работаем да мы работаем с этим намного в разы больше чем мы это делали до сих пор но пока это еще неудовлетворительно мало и мы должны восполнить этот пробел и вот это заявление президента Токаева мне представляется очень важным к тому же еще и стимулом к тому чтобы мы все-таки переосмыслили наши армянские возможности и армяно-казахские возможности тоже мы должны очень интенсивно взвешенно рационально работать именно в этом направлении в том числе и в логике диверсификации всех наших политик в том числе и внешнеэкономической политики в плане нашего участия в стабилизации наших регионов а также конечно мы должны понимать что Казахстан играет решающую роль в вопросе формирования будущих коммуникаций межрегиональных коммуникаций из Центральной Азии Южного Кавказа до портов Средиземного и Черного Мады и здесь мы видим что ко всему этому Алиев тоже пытается примазаться но для этого есть цена а цена это отказ от тех совершенно нелепых требований с которыми выступает Баку и это в Казахстане это все видят это все понимают что именно Азербайджан тормозит выход стран Центральной Азии на мировые рынки через Южный Кавказ потому что Азербайджан конечно играет ключевую роль в силу своей географии это ворота дальше на запад для всех стран Центральной Азии и Азербайджан злоупотребляет этим всем своим географическим положением кстати вспоминая об УТГБ многие вспомнили также что буквально за день об этом все знают за день до наступления на Украину Россия с Азербайджаном заключили договор о союзническом союзническом договор где именно предусматривалась вот такая же может быть поддержка в аналогичных случаях правильно ну и вот два дня назад такая же вот интимная встреча с этим оленеводом в погонах в Баку Шойгу встреча да 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 и разговоры о том что нет проблем между Россией и Азербайджаном конечно нет проблем зато у Азербайджана проблемы с Францией проблемы с Америкой проблемы с демократией проблемы с правозащитными организациями да здесь очень серьезно правозащитные организации значит мы все знаем что если нет я просто зачитаю представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков он сказал что по взаимному согласию с Арменией мы решили исключить пункт Зангизурского коридора как будто он был пункт такой Зангизурский коридор из мирного соглашения и перенести на более поздний этап может быть к этому мы коснемся этого вопроса мы коснемся и про конституцию он сказал да это его внутреннее право может быть к 27 году как-то они там тоже что-то решили помягче к этому отнестись вопрос не снят с повестки но как-то тон смягчился но 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 еще одним проблемным вопросом по его мнению это было интервью у него по-моему Тураном местным средством массовой информации еще одним проблемным вопросом является минская группа ОБСЕ которую следует распустить считает он а также вот сейчас внимание сейчас внимание а также проблемные вопросы у нас все время новые проблемные вопросы там поднимаются из-под новые последние новые единственные проблемы единственные последние да единственные проблемные а также претензии подаваемые Армени в международные суды в которых Азербайджан также видит территориальные амбиции Ну что ж, давайте начнем с того, что до последнего времени единственной проблемой были коммуникации, и причем эти коммуникации должны были быть по логике Амирбекова и его шефа на основе именно той практики, которую применял Гитлер в отношении Польши, требуя Данцигский коридор. И обосновывая, он тоже ведь обосновывал. И вот эта последняя причина в Баку исчезла. Вот теперь господин Амирбеков хочет нам продать воздух. Понимаете, что у них там типа акт доброй воли. Нет, это не акт доброй воли, просто обстоятельства разной силы привели господина Амирбекова и его шефа именно к единственно правильному решению, потому что мирный договор – это договор о мире, а не о коммуникациях, а не о Конституции, а не о не знаю еще о чем, или о жизни на Марсе и так далее. Мирный договор заключается на основе обоюдного признания территориальной целостности, совместного понимания, как проходит граница, да, и там еще и могут быть определенные такие общепринятые принципы, которые содержатся в международных, значит, обязательствах договаривающихся сторон. Мы знаем, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга. Точка. Второй момент. Обе стороны уже как вот по этой договоренности от 19 апреля признали, что граница между Арменией и Азербайджаном, это граница, бывшая административная граница между Армянской и Азербайджанской ССР, которая согласно Алмазинской декларации поменяла свой статус на межгосударственную границу. Все. И вот на основе этого Армения и Азербайджан и друг другу, и международному сообществу объявляют, что они находятся уже в состоянии мира. Остальные вопросы коммуникации, как вот говорит господин Амир Бейков, там, я не знаю… А вопрос военных преступлений, он говорит, претензии, подаваемые Арменией в международные суды. А какие там претензии? Армения… У Армении какие претензии? Армения была… Что там в международных судах находится? Официальный Ереван представил международный суд ООН иск касательно дискриминации в отношении Армении. Армения… Армения подписала римский статут и стала полноправным членом Международного уголовного суда в Краге, там же по соседству. И туда уже иски могут подавать и негосударственные субъекты, если есть потерпевшая сторона. И это их священное право, и это не имеет отношения к официальному Еревану. Даже если официальный Ереван подпишет какую-то там бумагу или клятву о том, что он не будет представлять иск, эти люди, если они сочтут себя потерпевшими в силу каких-то там действий, республика Армения не может и не имеет права им запрещать это дело. Если они не правы, они клевещут в адрес самой свободной, мирной, красивой, самым красивым президентом страны. Суд отклонит этот иск или пусть они также подписывают римский статут и, скажем, за клевету вот этих людей обвиняют там, не знаю, или представляют встречный иск. Именно те люди, в адрес которых эти иски будут представлены. Азербайджан не заинтересован в установлении долгосрочного, достойного и всеобъемлющего мира в нашем регионе. Во-первых, не заинтересован сам, а во-вторых, в этой заинтересованности он солидаризируется с преступным режимом Путина, с которым у них нет проблем. Вы знаете, вот мы сказали не заинтересованность в подписании. Так ведь может быть подписание, которое ни к чему, многие говорят, этот мирный документ, мирный договор не обеспечивает мир. Вот именно. Пакт Молотова и Риббентропа, сам преступный по сути, да, был призван, чтобы не было войны между договаривающимися сторонами. Всего лишь несколько месяцев, считанные месяцы спустя это случилось. До этого Мюнхенский сговор, тоже довольно-таки подлый, пошлый договор был о мире. И что? То есть здесь вопрос не мирного договора, а мира как договора. Именно. Теперь в чем вопрос? Здесь очень важно, что мы будем делать с этим подписанным документом или параллельно с подписанием этого документа. все от этого будет зависеть. Да, если мы будем дальше дурака валять и считать, что подписание бумаги о мире это и есть мир, то мы получим войну. Но если мы будем поступать иначе, я в ходе своего общения с прессой говорил многократно. При любом развитии событий Армении на все случаи жизни нужно делать три вещи. Первое. Это осуществлять демократические реформы внутри страны и вооружаться. Это раз. Второе. Армения должна выгнать русских из Армении. Должно быть ноль России в вопросах обороны и безопасности Армении. Ноль и в плане присутствия, и в плане участия, и вообще в плане причастности как таковой. Это двое. И третье. Армения должна в условиях корризиса многосторонних форматов в современном мире соткать такую паутину двусторонних отношений стратегического уровня со странами-единомышленниками. Со странами, с которыми мы зафиксировали общность целей, интересов и ценностей. Это западная демократия, это азиатская демократия, в первую очередь Индия. До Армении нужно втрое-вчетверо увеличить число дипломатов. В Армении нужно втрое-вчетверо повысить зарплату дипломатов. Дипломаты в современном мире это интеллектуальный спецназ, если хотите. Мы не имеем права работать так, как будто ничего не происходит и ничего не случилось. Если мы все это сделаем, подписание этой бумаги о мире повысит политическую цену для Азербайджана, если Азербайджан нарушит положение этой бумаги. Одно дело, когда сейчас, да, войны нет, но и мира нет, и Азербайджан возобновляет боевые действия. Это одна цена, но если мы фиксируем, что у нас нет предмета войны друг с другом, и мы обязуемся дальше вести дела в логике мира, остальные вопросы решать политическим путем и проявлять стратегическое терпение, нарушать положение этой бумаги, это цена, которая неподъемна для Азербайджана. Поймите, даже такая страна, как Россия, самая большая по территории, у которой вся таблица Менделеева в земле, имеющая ядерный арсенал, способный теоретически уничтожить земной шар. Но даже такая страна сейчас сталкивается с этим кордебалетом в Курске. Рано или поздно это происходит, потому что клептократические, авторитарные режимы, тем более дешевые третьесортные диктаторы, назначающие своих жен первым вице-президентом, они должны понимать, что нельзя бросаться камнями в чужой стеклянный дом, когда дом твой собственный тоже из стекла. Если ты не конченный идиот, вот о чем речь. Будут делать выводы, я не знаю, но опять-таки я уже перечислил на все случаи жизни, что должна делать Армения. В этом направлении вы видите что-то делается, осознание того, о чем вы сейчас говорили? Да, делается. Делается? Да, делается. Делается достаточно? Нет, недостаточно. Неудовлетворительно. Мы русских выгоняем диетически, пинцетиком, а нужно таряпками, метлой, лучше черенком от лопаты, так образно я, конечно, не напрямую, не обессудьте. Западом мы что-то там мямлим, много разговоров мало дел, не удовлетворительно. Но вот это заявление… Ну, насчет вооружения, конечно, да. Это то, что мы делаем судя, ну, конечно, по открытым источникам, да. Темп мне нравится, он мне представляется реалистичным и максимальным от возможного. Тем более сейчас, когда весь мир сейчас вооружается, перевооружается. и все, что производится, во-первых, производится для себя, во-вторую очередь уже для Украины, и только в третью очередь для остальных, в том числе и для Армении. Тот темп, который мы сейчас взяли, это, ну, скажем так, меня удовлетворительно. Неплохой. Да. Спасибо огромное. Вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с вице-председателем партии «За республику», политическим аналитиком Рубеном Меграбяном. Беседу Вилагаяна Ракелян. Всех благ.